Девушки отдыхают Ребята, которые занимаются тритингом, про которые мы уже снимали сюжет, позвали нас туда, чтобы ознакомиться с новой площадкой. Для меня батуты — это, наверное, полет. Чистый, светлый какой-то луч. Ты взлетаешь, и ты уже не думаешь ни о том, что тебе нужно найти работу, выучиться, там, об этих всех мерзких делах. Ты просто взлетаешь. Ты уже как будто не Йохан. Батуты — это очень травмоопасный спорт, и поэтому, чтобы самому себе не навредить и при этом делать какие-то очень красивые кульбиты, нужно, конечно же, немного позаниматься с тренером. А как у тебя, кстати, получилось делать сальтухи? Дело в том, что я имею небольшой опыт за своей спиной. Меня спросили, почему я такое красивое сальто сделал. Я спросила, как у тебя получилось вообще. Я с шести лет занимался гимнастикой, поэтому я вспомнил некоторые вещи, которые я делал на гимнастике, и повторил их снова. И повторил их с блеском. У нас есть видео, где он это делает? Так это сюжет не будет, это не та передача, типа у нас есть видео, где он это делает. Добрый день. Дамы, господа. Приветствую, друзья. Всем привет. И здесь замечательные чуваки. Очень много батутов. Прыгайте, прыгайте, прыгайте. Делайте это без остановки, потому что это круто. Эмоции переполтяю. Очень весело проводим время. Делаем то, что не делают люди в обычной жизни. Ну, кря. Мне кажется, здесь можно остаться жить. Здесь самые тяжеловесные люди, как я, могут почувствовать себя, как перышко. Сюда не нужно прыгать солдатиком. Нас учили. Только сгруппировавшись. Всему, чему вас учили в детстве, вот, щучкой и тому подобное, это не работает. Только группировка. Нравится атмосфера. Мне нравится то, что если ты устал, ты можешь полежать в яме. Понравилось на тразанке прыгать. Очень весело. Я считаю, что батут – это действительно полноценный вид спорта. Когда ты тренируешься здесь, у тебя работают вся группа мышц. И, насколько я слышал от инструктора, это даже более действеннее, чем плавание. Помогли тебе сегодня инструктор? Мне было интересно наблюдать за тем, как они сами выделывают разные штуки, потому что это явно мастера. И, глядя на них, хочется повторять также, потому что они делают очень крутые вещи. Вообще, спорт, не связанный с прыжками, я начал заниматься с 2008 года, когда мне было 13 лет. Сейчас мне 21 год. После этого, как пошло, поехало, вот эти сложно-корганизационные виды спорта, такие неформальные. Вначале был паркур, вот сейчас занимаюсь трекингом и учусь на суть физической культуры спорта. Взять любого, там, сноуборгиста, роллера, скейтера, беймиксера. Там есть именно элементы, где ты находишься в воздухе, да, в базе полета именно трюки. В трикинге тоже самое, это сложный координационный вид спорта. Возникает вопрос, а где отрабатывать эти элементы? Либо прыгать с высоты, чтобы почувствовать, как, либо же прыгать на батуте. Я восхищаюсь теми людьми, которые делают сальто, которые, там, крутятся на этих батутах. Я этого делать не могу, я научилась только вот садиться и вставать. И то еле, еле. Сколько нужно прыгать на батутах, чтобы устать? Если у человека, как у меня, нет никакой физической подготовки, то достаточно часа. Как твое вообще настроение после батута сегодня? Смотанное, выжатое, но хорошее. Я полностью вымотался, потому что это, правда, очень тяжело, особенно для ног. Если вы не будете следовать технике безопасности, скорее всего, вас ждет сломанная шея. Что не нужно делать на батутах никогда? Не нужно делать то, в чем ты не уверен. У тебя только инструктор что-то сказал, не надо делать, этого делать не надо. Если ребенок сильно маленький, то за ним следит родитель. Они сразу сломя голову, там, бегут пробовать что-то сальто, вот это вот, как сказать, тараж у них такой есть именно конкретно. Нужно всегда начинать с базы. Если начнешь с базы, то как бы постепенно, постепенно, и уже все элементы будут по правильной технике. Могут ли батуты заменить в походку тренажерный зал? Люди ходят в тренажерный зал для того, чтобы накачаться, да, к примеру. Батут, он не накачает конкретно, то есть массы ты не наберешь на нем. Но это люди, которые ходят чисто для оздоровления, чтобы сбросить вес. Для общего саморазвития. Да, да, для них это вообще наилучший вариант, потому что тут нужно меньше времени и вообще больше удовольствия, конечно, придет на батуты. Придумай какой-нибудь слоган для батутов. Тебя постоянно здесь ждут твой инструктор и батут. А в следующем сюжете рассказывается о литературном вечере. Да, он прошел в Восточно-Сибирском институте экономики и менеджмента структурным подразделением, которое является наша студия. Поэтому мы не могли пропустить такое мероприятие. Но говорить мы будем в основном об аспекте преподавания литературы, потому что, мне кажется, это очень важно. Мне не нравились те произведения, которые задавались явно без расчета на то, чтобы школьник это понял. Я неоднократно говорил, что для того, чтобы понять Ромео и Джульетту... Нужно полюбить семиклассницу. Ну, нужно действительно полюбить необязательно семиклассницу. Она не была семиклассницей, ей было просто 14 лет. Ну, это... Ну, вообще просто полюбить. Испытать, ну, какую-то вот трагедию эмоциональную, чтобы вообще понимать, о каких эмоциях идет речь. Это же то же самое, что, типа, какой-нибудь семиклассник скажет, вот, типа, я любил, а она мне в столовке, типа, сказала, от подзала. Ну, это даже лучше, чем ничего. Ты в это веришь, что это лучше, чем ничего? Что? Любовь школьная. Любовь школьная. Я думаю, в школе нужно думать... Вы вообще ушли внизу, да? В школе, наверное, лучше думать об образовании, о книжках, о которых... Ты думала об образовании и о книжках в школе? Конечно. Конечно. Я тебе не верю. Вот вы, вы двое. За последний год, какие книги вы прочитали? Ладно, ты понятно, вот ты. А почему с ним все понятно? Потому что он постоянно хвастается, что он книги читает. Ни разу не читал за прошедшие пять лет, но зато понтов выше крыши. А героем этого сюжета будет Раиса Дмитриевна Пономарева, преподаватель с огромным опытом, который, безусловно, есть что сказать по поводу литературы и как ее нужно преподавать. Преподавать начало было отделение журналистики в Томском университете. Там я впервые попробовала поставить вечер в свое время. Обратила внимание на то, что студенты преображают. Это же творческий процесс, творческая деятельность. Творческие вечера вообще помогают осмыслению предметов. Дают возможность ребятам почувствовать вкус к речи. Жизнь, быт, язык. Это очень важно для создания атмосферы и проникновения, так сказать, в быт-нравы того времени. Все равно дети как-то различают между собой, что им читать. Допустим, некоторые любят фантастику, некоторые любят детективы. Хорошо, что они читают современные детективы, но детектив – это жанр, который имеет свою историю. Хорошо было бы обратиться к классикам жанра Канан-Дойлю, допустим, Кагатия Кристина. Появляется такой масштаб, уровень, они могут сравнивать. Если в детстве ребенку читали, ну, скажем, те же сказки, то ребенок все равно захочет когда-нибудь сам, в конце концов, у него появляются свои дети. И он захочет возвратиться к тем сказкам, которые в свое время произвели на него наибольшее впечатление. Я, например, очень люблю перечитывать Гоголя. У него такой стиль, что просто расхищает, когда читаешь. Если человек с детства читал, вообще в семье есть культ чтения, то он будет читать. Никуда не денешься. Другое дело, что сейчас времени у людей мало. Тем не менее, литература – это одно из больших удовольствий, которое не должно быть потеряно. Все равно будут книгачи. Они были всегда и будут всегда. Лучшей признанной постановка – Тубровский. И наш третий сюжет посвящен такой животрепещущей теме, как тема взаимопонимания. Мы пригласили нашего товарища Рика. Он американец. Ему очень сложно объясняться с людьми. И решили узнать, как же люди могут коммуницировать между собой. И для этого устроили небольшой батл. Взяли двух человек и дали им задание объяснить кое-что Рику. Конечно, я бы хотел, чтобы язык асперанта был вместо английского. И чтобы мы тут в лучших традициях до эволюционной школы общались. Но, увы, это английский. Французский – это язык асперанта. Нет, асперанта – это искусственный язык, который был создан целенаправленно как язык международного общения. Чё? А я сделала вид, что я знаю, что это за язык. А что касается вообще взаимопонимания, это такая острая тема, потому что там не только все упирается в язык. Я знаю несколько случаев, когда люди прекрасно общались друг с другом, абсолютно не говоря на каком-то общем языке. А я знаю обратные случаи. Вот, например, я довольно-таки неплохо говорю на английском. У меня есть знакомые англоговорящие, они вообще не говорят по-русски. И у меня в голове включается что-то типа, они будут оценивать мой акцент, они будут... Комплексы включаются. Включается мартышка, которая делает так. Продолжай. У меня мартышка включилась. Встретил я как-то Рика, хороший парень, да, но сейчас я должен буду рассказать ему очень странную историю. Таким образом, чтобы Рикки меня понял. Ай! Здорово! 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 Это успех! Короче, я копаю уголь в угольном разрезе, нахожу там алмазы и черемуку. Потом я нахожу зефир и не знаю, что с этим делать. Я нахожусь в консерватории. Я не слушаю классическую музыку, я слушаю электронную музыку в консерватории. И тут ко мне подходит библиотекарь. Чтобы вы могли подумать, он предлагает мне жареную картошку с грибами. Короче. Короче, так. Я дипер. 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 Как будет консерватория? Дипер. Экспериментальная музыка. Ты знаешь? Да. Да, да. Перис. Это пайни, если множество в стиле. Перис? 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 Перис. А, да. Он три. Перис. 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 Понятно? Маршмеллоу. Маршмеллоу. Маршмеллоу? Маршмеллоу? Маршмелло. Маршмеллоу. 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 Like... Yep. Маршмеллоу. Potato. He brings you a potato. Это картошка. Да, это картошка. You find a tree full of berries and marshmallows? Yep. I love this tree, where is it? Show me this tree. Potato with mushrooms. Mmm, tasty. Here, here's your potato. Субтитры сделал DimaTorzok Ези, блин! Я могу сказать только одно – изучайте язык, потому что общаться с иностранцами – это очень круто. Особенно про дерево, где растет дебир. Очень круто. Очень круто. Я думаю, что это интересно, чтобы попробовать нарушить язык, потому что это делает нас ближе вместе, как люди. И это приводит нас ближе вместе, как страны. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает обучение на базе среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. Всегда актуальные направления – менеджмент, экономика и юриспруденция. Дополнительные курсы – 1С, управление персоналом, сметное дело и другие. Семинары и мастер-классы от практикующих специалистов. Насыщенная внеаудиторная жизнь – секции и творческие студии. Действуют бонусы и скидки. Для студентов работает общежитие, спортзал, библиотека и компьютерные классы. Всем выбери свой путь! Субтитры создавал DimaTorzok